У меня недавно была первой в жизни паническая атака. И как это было? Мы, люди, используем мозг только на 40%, на 60%. Слышал? Как думаешь, правда? Ну, я могу ссылаться только на своего любимого ученого. Он говорит, что нет, мозг все время работает. Совершенно верно. Мозг работает все время, причем на 100%. Все участки. А вот подсознание, оно работает не на 100%. А подсознание – это что, душа, дух? Нет, подсознание – это такая структура, которая вбирает в себя все. Возьмем телефон. У кого-то 256 гигов, у кого-то уже 512. А есть iCloud. Вот iCloud – это подсознание. Это подсознание. Интересное сравнение. Да. И там есть все от начала рождения. А все дерьмо тоже там? Конечно. А также все хорошее. А стереть его можно? Ни в коем случае. Можно стереть мозг. Мозг, он защищает доступ к подсознанию. Потому что мозгу невыгодно столько работать. И иногда подсознанию удается давать нам сигналы. Например, в виде эмоций каких-то. Негативные мы их называем. Позитивные. Никто на позитивное не обращает внимания. Я себя всегда считал очень эмпатичным. А сейчас у меня такой период, как будто даже алкоголик возле вокзала более эмпатичный, чем я. Как-то все настолько притупилось. Вот как-то… Ну вот по ощущениям я понимаю, о чем вы говорите. То есть рационально. Я там все равно больше ссылаюсь на ученого, который мне нравится. А вот то подсознание, оно как-то вот закрылось, притупилось. И куда-то спряталось очень сильно. Пароль от iCloud я потерял. Да. Дело в том, что ты когда-нибудь видел нейроны под микроскопом? Да, видел. Вот такие смешные звездочки. Они как раз соединяются в цепи. В цепи соединяются нейронные сети. Это паттерн поведения. Вот со временем эти паттерны укореняются. И мы ведем себя вот только так и не иначе. Мы не выстраиваем новых. Вроде они постоянно перестраиваются, нет? Они должны перестраиваться, над этим надо работать. Вообще, какой у тебя запрос? Что ты хочешь от нашей сессии? Вот как мы входим в эту сессию? У меня состояние потеряно немного. Меня не радует то, что я раньше делал. А я это сейчас типа возобновляю. Но что другое, новое делать я пока не понимаю. И какой-то вкус к жизни потеряно. И тянутся очень сильно и много из прошлого багажа, из прошлой жизни. Всякие удачи, неудачи и так далее. То есть сейчас в данный момент большую часть времени я живу в прошлом, по сути. Либо сожалением, либо наоборот, какой-то ностальгией. И хотя раньше у меня не было такого. То есть я такой был заведенный. Каждый день это были какие-то приключения, какие-то события. Их было так много, что я даже большую часть из них не помню. Потому что они как-то флешбеком были. Хотя они были достаточно значимы, очень многие. И сейчас как-то вот какая-то пауза с ощущением, как будто я такой полупроснувшийся в каком-то тумане. Куда-то иду непонятно куда. Даже не иду, а ползу еле-еле. Вот такое ощущение. А еще у меня недавно была первая в жизни паническая атака. Я знаете, как о ней узнал? Да. А мне за месяц до этого друг о ней рассказал. Что типа вот у него была, он ее описал. И когда оно у меня случилось, я себя успокоил тем, что я понял, что это. Потому что если бы я не понял, я не знаю, чем бы это закончилось. Вот тоже с помощью понимания мы можем останавливать многие вещи. Это очень хорошо, что тебе удалось это остановить. Когда человек не понимает, он сильнее заходится. Хорошо. Паническая атака. И как это было? Очень сильная дышка. Сердцебиение. Мне кажется, было учащенное. И пот. И страх, как будто вот-вот умру. Потеря контроля. Контроля. Совершенно верно. Паническая атака. Это вообще итог того, что человек хочет что-то отчаянно контролировать в своей жизни. Но он это контролировать не может. Что контролировал? Все. Все. Да. Я ненавижу летать на самолетах. Я их не могу контролировать. А где случилась паническая атака? Дома. Слушай, я 30 дней из дома не уходил. У меня еще день рождения на носу было. Перед ним всегда такое настроение не очень. И никто не заметил этого даже. Как-то обидно было, кстати. Но с днем рождения все поздравили. А ты это делал, чтобы заметили? Нет. Нет. Для себя делал. Я в стресс впал сильно. Жизнь вообще можно контролировать? Нет. Нет. А почему нам хочется ее контролировать? Скажем так, не почему, а для чего? Какая цель контроля? Ну, если цель какая-то стоит перед тобой. И ты ответственный, мне кажется. Для того, чтобы ее достичь. А это для тебя важнее всего, как правило. Ну, тебе надо постараться учитывать все, чтобы не развалилось все. А каким способом? Вот способом контроля учитывать? Потому что есть разные способы. Да каким не учитывай, все равно это стресс. Нет. Можно сделать так, чтобы это не было стрессом. Ничего себе. Конечно. Просто мы не знаем. Я уже два раза уезжал в Америку. Я не хочу больше. Yo, what's up, guys. В общем, я приехал в Вавилон. Буду покупать москвич. Кто подписан на мой инстаграм уже в курсе, что у меня будет москвич, я его буду реально покупать. Это не реклама. Это я решаю свои внутриментальные проблемы. Хочу, короче, купить москвич. Погнали. Там уже все готово. Осталось сегодня только номера получить. И, собственно, все. Я счастливый обладатель москвича. Владелец москвича пришел. Где моя виски и сигара? Как дела? Отлично. Сергей все помог, организовал. Но скидку не сделал. Но я не обижаюсь. Цена все-таки не очень большая. Во сколько в итоге в сумме все обходится? Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч. У вас москвич? В будущем обязательно. Вступает самый счастливый момент. Это деньги в кассу. Ага. Прям рад безумно. Ну пойдемте. Мы это же можем тоже снять? Просто чтобы не думая. А то там в комментариях пишут, что якобы мне его дали. Ага. Я хочу показать, что я купил. Чувствуете ощущение праздника? Слушайте, а если у меня что-нибудь случится с москвичом, его где ремонтировать? Здесь же Авелон. Он поддерживает гарантийную политику. Просто вам привожу и все? Здрасте. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Знаете, кто я? Да, здравствуйте. Знаю. Счастливый обладатель москвича. Замечательно. А вот с мужиком на москвиче на свидание поехали бы? А у меня есть муж. Тогда вопрос снят. У него тоже есть машина замечательная. А какая? У него Шкода Рапид. Это круче, чем москвич? Да. В присутствии Фатимы, я думаю, не будем говорить, что нет. Поздравляю с приобретением. По ОСАГО, по КАСКО вам сейчас все расскажу. Вы один допущены. Какие-то изменения, если захотите внести, нужно обращаться в офис страховой компании Ингострах. Мужики, счастливый обладатель москвича идет. Поздравьте. Поздравляю, красавчики. Вы свалите меня москвич. Так, автомобиль Ингарка, да, облачиваете? Да, можно? Можно бонус и сумма, да? Да. Два миллиона четыреста пятьдесят восемьдесят. Ага. В страховку под стука вышло. Блин. Для москвича немного. Все. Вообще больше. Малыш, назвай меня москвич. По своему челюсту. А если бы я сказал Rolls-Royce, ты бы не ушла. Вот такие вы все меркантильные. Вот контроль – это жесткая программа. Ты ставишь цель, и ты хочешь, чтобы было только так и не иначе. Да, вот когда мы себе ставим жесткие цели, мы сразу попадаем в капкан контроля. И мы уже себе не принадлежим. Мы принадлежим вот этой сущности, которую мы назвали, что это наша цель. Мы к ней идем. Что можно сделать, чтобы не попадать в капкан? Вот существует какая-то цель. И вместо контроля мы берем себе наблюдение. Вот есть большая разница между тем, что человек садится и ждет чего-то, и он садится и наблюдает. Есть разница? Есть. Почему бы не применять это к себе? Почему бы не жить так? Так никто ничего не делает тогда. Ну, нет. Ну, да. Контроль нужен для того, чтобы давить на окружающих? Ну, нет. Нет, конечно, нет. Для меня контроль убедиться, что все идет должным образом. Что все процессы работают. Что мы делаем, если что-то идет недолжным образом? Исправляем. Сам? Ну, по-разному. Ладно. Ну, мне подходит такое определение. Контроль. Но я бы его ужесточила. Контроль, когда должно быть только так, а не иначе. Ты сам себе там лазейку проделал. Ты сказал, я хочу следить, чтобы это все было должным образом. Таким образом открывается лазейка. То есть я буду что-то делать. Если что-то будет идти не так, я буду импровизировать. Импровизация. Вот импровизация – это брак контроля. Цель не будет такой, как мы задумали. Есть либо жесткие рамки контроля, либо нет. Вот существуют такие профессии, которые заключены в жесткие рамки контроля. Например, хирургия. Там нужно контролировать все. Дыхание человека нужно контролировать. Но и там происходят сбои. Кто отвечает за эти сбои, которые происходят с дыханием человека? Никто. 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 А там кто-то есть? Как ты думаешь? Не знаю. Хотелось бы. Не знаю. Я тебе открою секрет. Кто ко мне приходит? Да. Кто ко мне приходит? Ко мне приходят часто люди, обращаются с кризисами среднего возраста, экзистенциальные кризисы. Они ко мне обращаются, потому что они знают, что у меня был опыт клинической смерти. Им очень интересно узнать, что есть там. Есть ли там что-то? Я отвечаю. Есть. Но никто из нас не сможет описать, что там. Потому что здесь этого нет. Есть такие ощущения. Вот у меня были ощущения. Во-первых, нету дня, чтобы я не помнила, что я была там. И у меня были такие ощущения, что там реальность, а не здесь. Но эта жизнь, она крайне важна. Потому что там мы делать ничего не можем. Мы можем делать только здесь. И мы будем там находиться с тем опытом, который мы здесь приобретаем. И вот длиться, например, мы понимаем, что у тебя сейчас кризис. У тебя кризис среднего возраста. Ну так его назовем. А что такое кризис? Перевод, знаешь слово? Нет. С греческого. Это эпоха перемен. Это всего лишь перемены. Те, которых мы не хотим. Было внутреннее сопротивление. Было. Да? Ну да. Конечно. Потому что мозгу невыгодно, что ты сейчас начнешь с собой что-то делать. Вот ты зашел в тупик, сидишь на диване. Это и хорошо. Он прекрасно контролирует всю систему. Например, ты знаешь свой... Да нет, я мучаюсь. Мне не нравится сидеть на диване. А кто мучается? Как ты думаешь? Какое внутреннее устройство? Не знаю. Эго, наверное. Кстати, хорошо. Мне нравится эго. Его можно как-то убить в 37? Переродить? А для чего его убивать? Оно такое плохое? Ну, на данный момент оно вызывает у всех агрессию. Твое эго? Лично твое? Да, мое эго. Хотя раньше оно считалось очень талантливым. Хорошо. Давай скажем, что такое эго для тебя. Это мои цели и амбиции, которые... Которое, наверное, больше, чем у среднестатистического человека. Как настрой? Волнительно. На высоте, я боюсь, больше, чем огня. Так что, должен справиться. Если ты не бздишь, не бздишь. Ты просто не бзди. И реально спокойно можешь погореть. Я тебе все покажу, мы с тобой репетнем, блядь. И ты реально можешь погореть. Не пострашно. Ты готов? Нет. Нет? Какая разница? Вообще не готов. Но ты как-то настраиваешь убедительно. Просто наверняка меня ты будешь жалеть. Нихуя! Ну, самое интересное давай. Теперь вот самый наш фирменный костюмчик. Самый секрет фирмы. Давай, 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 давай. Блядь, яйца бери. Яйца, яйца. Тетила какая-то здоровая. Блядь, как тесно. Просто костюм маленький. Ебать, как тесно. Блядь, без яиц остался, блядь. Послабже стало. Яйца дышать начали? Не очень. Ботинки одевай. Покольнулся надо мной. Серега, иди ботинки, помогай одевать. Серега. Просто это не будем, да? Будем, будем, все будем. Давай джунцу. Модно гореть буду, да? Шею вот здесь намажь, сзади намажь. Туда ему залезть чуть-чуть. Ну что, готовы? Все, погнали, да? Ну и все, одеваем тебе на старт. Сейчас нос сломаете, все нормально, оставьте. Ну так чуть-чуть видишь? Да, вижу, вижу. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться. Лишь собственной трусости надо бояться. Амиран готов? Погнали, Серега! Под reorganист тем, что видите, поделите. Погнали! Они плохо тебе мне нравится. Ходи еще. Да что, здорово-то здорово. Неosp Macedismann. Хай, блять. Ай, д**я, ты п** commissioner. Да перед mestit одно и д** hákan着 скорее. Ходи работай, давай, д**я. Давай,авай,잖아. Жарко. Плохо, давай, здорово, очень жарко. Давай, давай, давай еще. Д**о, всё, 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 нормально. Псохо, давай, давай, всё, всё, нормально. Плечо горит Плечо горит Плечо горит Идите сюда, плечо горит Плечо горит плечо горит, плечо, вот горит, я ну что, возьмешь на работу? ну что, видишь, а ты б сделал, нормально же прокачиваешь меня мой второй психолог ну пошло, пошло, поперло, движ, пошел как ощущения? что думал вообще, когда бежал? горел, когда начал глаза застилать я такой, думаю, ебать, как это там, видимо, со стороны смотрится и начала потом жар подступать пробиваться и плечо нагрело, да? ага хорошо спрошу про душу есть она? что это такое? ну смотря что употребить иногда кажется, что есть допустим, не употребляем просто размышляем о душе о душе? не знаю не знаю, я честно запутан как-то когда это все автоматически работало как автомобиль ты вроде не лезешь туда оно и само работает а когда начинаешь копаться как будто еще хуже становится я скажу я скажу мои любимые определения тоже, когда встал такой вопрос, да были терзания кризис зачитано было все до дыр поиски велись кардинальные передо мной встал вопрос вот плакать над всем этим либо сделать это своим активом и посмотреть, что можно сделать и тогда я стала искать естественно, искала в книгах вообще, если собрать общую концепцию вот из всех религиозных направлений учений очень схоже это еще с теорией большого взрыва да, как что частица в одной частице сконцентрировалась столько энергии да, что произошел взрыв и оттуда произошли частицы и все и вся вселенная а разные религиозные учения они говорят о том, что вот существовал Бог его переполняла любовь и свет и его тоже разорвало на много разных частиц вот каждая частица это душа человека и сотворился мир да, он сотворил мир для чего? для того, чтобы пройдя через этот мир каждая частица смогла присоединиться к нему но чтобы присоединиться нужно вобрать в себя опыт всего мира а это не только хорошее да но но стать в итоге светом да, потому что он был светом пройти опыт всего мира и стать светом у меня есть подозрение что в этом может быть какая-то правда есть единственное что когда живешь каждый день об этом нельзя так много задумываться потому что это не приносит нам счастья и радости вот слишком сильно погружаться в эти темы можно в них так и остаться сейчас очень много просветленных просветленных заметил и мало кто хочет вернуться к жизни но надо сказать что нам удается найти вместе выход когда мы приземляемся заземляемся говорим себе послушай ты здесь живешь здесь и сейчас так вот с чего мы начали с того что ты живешь в прошлом это все происходит из-за эмоциональной жвачки которую мы постоянно пережевываем несуществующий сценарий который мы в голове у себя проецируем да а как бы я сказала как надо было а что я сделаю но только не здесь и сейчас вот если мы хотим выбраться из кризиса первое что мы должны делать это научиться заземляться это понимать что такое вот это вот здесь и сейчас быть в потоке вот что это о чем они говорят как ты думаешь кто ну вот сейчас все говорят об этом быть в потоке быть здесь и сейчас быть в моменте идти вперед и не останавливать себя внутренними переживаниями и осмыслением всего а как это возможно как это сделать у тебя получается пока нет но раньше очень получалось ну потому что я подпитывался результатами и это меня мне подтверждало то что я выбрал правильный путь и правильные цели себе ставлю то есть критерий результата для меня было это финансовое достижение и оценка окружающих а сейчас какой критерий сейчас как-то мне все ровно стало а радость что доставляет хинкали кстати это очень неплохо и я их люблю купил бы москвич я да не я что-нибудь взял бы какую-нибудь иномарку какую за два с половиной миллиона ты бы взял два с половиной джилик бы взял себе джилик москвичный патриотичный а чем-то по-твоему ты видел как она выглядит вообще да я купил какая-то коробка внешне не нравится нет внешне да что вернулся спасибо больше знаешь что купил москвич серьезно себе странно почему вы все такое лицо делаете почему у вас кризис а почему нет назови три причины почему нет ну его не берут ну пока ну пока ну ты знаешь меня тоже не брали когда я только в Москву приехал никуда 25 лет блин сколько обзоров там еще не проездная машина надо дать время а что бы ты взял за два с половиной миллиона кайли 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 я только что москвич купил москвич да что скажете поздравляю купили бы нет москвич не а что за два с половиной миллиона взяли вот если только два с половиной миллиона было бы слушай ну я вот за два миллиона тут недавно бентели взял вот у меня вот стоит черный континенталь он старенький шестого года а да ну хорошую поднял покажу вам как же так рискнули за два миллиона слушай ну я там брал его на рублевке там ребята мои знакомые потому что прикололся но она в бомбу в кушечном состоянии ну да можно салон посмотреть хорошо а какой год вот шестой вот шестой ничего и не скажешь об этой машине пробег 64 у нее родной пробег аккуратно присматривали ну смотрели ребята конечно я москвич купил москвич серьезно да а почему у тебя такая реакция вот объясни вот честно потому что я на никаких машинок не ездил я знаю что это за машина на москвича именно так а чем один китайец от другого может отличаться плюс-минус с одной тоже сборкой китайцы сейчас самые достойные только Гоя Зикеры и Элисяны москвичи приходят с завода уже ржавые с наших их же у нас собирают а вон там вон там завод они приезжают уже рыжики все прибежит коробку может отвернуть а ты веришь что они станут крутыми? москвичи не станут крутыми но китайцы за китайцами будущее другие китайцы будут ну я как иммигрант даю шанс а тебя полноэлектрическое взял? нет ну хоть это нормально электрические пока в России мне кажется сложно использовать автомобили да сейчас очередь на зарядку как мимо зарядок проезжает смотришь там уже стоят по 3 машины минимум я вот думаю что с москвичом делать как думаешь много желающих будет на розыгрыш москвича слушай желающие будут потому что сейчас машина новая на гарантии да и халява халява тем более да народ любит халяву мы в России живем слышали? я что во волоку ходу? а вообще как к новизне относишься? смотрю какой ну вот ты осторожно себя ведешь или ты сразу опускаешься там в какую-то предложенную по-разному могу очень долго бздеть перебздеть пятьсот тысяч раз проверить все прежде чем некоторые вещи сделать а могу в каких-то вещах просто в омут с головой а потом думаю нахер я это сделал потому что куча последствий разных возникает ты знаешь вот сейчас чуть-чуть побеседовать да я могу сказать что ты переполнен эмоциями прошлого они в тебя попали даже в тело ну я сразу вижу как ты сидишь как ты говоришь они попали тебе в тело уже все уже ну до конца места больше там нет и из-за этого ты не можешь двигаться тебе нужно провести детокс эмоциональный но для этого нужно научиться понимать что такое эмоции и что это они сидят внутри тебя вот душа задам еще раз этот вопрос а я всегда помню ответили мне на вопрос или нет душа она может болеть вернемся к душе не знаю я не чувствую где она вот и и многие так ответили и даже платон скорее всего да вот разные деятели которые изучали тему души ну а психология психа это душа логия это изучают наука многие деятели они заметили что скорее всего душа индифферентна она примет любой опыт она ведет нас к чему-то тоже необъяснимому вот каждый раз когда мы совершаем необъяснимые для себя поступки работает вот эта сфера подсознание души да чего-то хочется вот раз ты сейчас остановился все ты не знаешь что делать ты в тупике ты ждешь какого-то сигнала мог бы действовать раньше как раньше но нет не идет не хочется да значит что то есть внутри тебя конечно проводник я имеет роль имеют роль слова которые я скажу но делать это можешь только ты вот если тебе захочется еще похандрить ты скажешь нет все ерунда это какая-то фигня я не буду вот это вот все делать да и продлишь свое нахождение в этом кризисе если тебе уже сильно поднадоело то ты скажешь ладно хорошо окей пусть будет этот эксперимент в моей жизни я хочу поработать над собой я хочу узнать как я устроен я хочу понять что я еще могу сделать мне достаточно этой паузы которую я допустил в своей жизни мне бы хотелось чего-то нового существуют истинные желания в человеке вот как их раскопать сейчас да совершенно верно чтобы их раскопать надо работать я честно скажу что я разные способы перепробовала мне очень нравится работа с подсознанием и работа через тело но этому нужно учиться слушайте эти инструменты ими так скучно заниматься что в какой-то момент они тебе только чтобы этим не заниматься ты выходишь из хандры да кто это говорит это говорит мозг сейчас я не хочу мы хотим сидеть хандрить ведь хандрить на диване классно ну не скажи для человека который не хандрит обычно а что-то делает не очень уже мука значит не классно а инструментами заниматься новыми скучно а ты занимался ты знаешь что это за инструмент не знаю то есть смотри не зная что это за инструмент ты сразу говоришь скучно видишь мозг бежит на опережение нет-нет-нет мы хорошо сидели на диване у нас есть свобода воли и говорят что в нее даже господь бог не имеет права вмешиваться от нас тут тоже что-то зависит это не значит что надо повсеместно все контролировать но ответственность взрослого человека с себя нельзя складывать вот сейчас у тебя такой период тебе хочется ее сложить ну да да я маму позвал она живет у меня присматривает как в детстве как это происходит почему позвал ну как-то вылезти видимо из этого других вариантов нет ну доверие может потому что только к маме есть то есть сейчас вот этот момент когда ты чувствуешь себя уязвимым ну да и все остальные даже те кто были близкими партнерами друзьями и так далее могут обидеть сами не понимая этого у меня вообще ощущение что у меня сейчас период падения без остановки и каждый кто был на моем пути или как-то со мной взаимодействовал там на кого-то я мог трубку не взять кого-то я мог подождать оставить там чуть дольше неосознанно кому-то я мог не улыбнуться и каждый из них сейчас пытается мне отомстить тем или иным образом я пытаюсь от этого скрыться а в итоге сталкиваюсь с самим собой и там не могу разобраться что делать вот тогда мой опыт конечно же пригодится вот ты не мог другого психолога найти тебе нужна была я с таким опытом что бы ты не купил вечно вот такое томление да? можно поздравить? Сергей, ты сфоткаешь что-то? 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 это моя ласточка это моя малышка самый приятный торжественный момент так спасибо огромное Сергей Анатольевич поздравляю за оперативность лучший продавец в Вавилоне а как взяли? еще не понял вот только взял ты бы взял в москве? да а что б ты взял за два с половиной? мне больше как же не нравится честно жили тот же китайцы но это москве так ты поддерживаешь своего производителя я не электроны вот электрона получше будет так а где их заряжать там в россии да и фига узнает должны быть отписка какие-то скажи честно завидуешь да нет верю и надо на тебе чувствую надо да да ну в принципе если жить где-нибудь подмосковье ехать на рыбалку или за грибами то пойдет а ты сам откуда а на чем ездить я до этого колени сейчас и начал на метро а в подарок взял бы такую тачку конечно любом подарку радует подаришь ты ее засирал пять минут назад не на в подарок почему бы нет а удержка все меняются быстро каждый подарку радуются согласен какая осень лагеря да и прийти на запрет а я кричу кричу жиря калиша еще не день слушайте главное внутреннее состояние я много лет занималась бизнесом достаточно серьезным управляющая компания у меня была там особенно нету времени анализируешь и решаешь анализируешь и решаешь если ты этого не делаешь то ты выходишь из игры я недавно задумывался почему люди которые заработали свой миллиард второй раз когда сходят с пути не хотят больше его заработать это я я не вижу смысла если честно это же уже был этот опыт для чего вы сами сдались или какие-то внешние обстоятельства внешние обстоятельства были очень серьезные но я их хорошо прошла это во первых это не женское дело то чем я занималась я мне пришлось и это еще осознать вам не грустно теперь живется мне теперь живет наконец живется я вижу жизнь это было моим основным желанием я поняла что мне не заменят вот деньги которые я получала я получала немалые деньги они не дают мне той радости на которую я рассчитываю которую я хочу мне дают радость простые какие-то вещи находиться в доме быть рядом с сыном видеть каждый день разговаривать с людьми это искреннее ощущение искреннее ощущение так я живу уже шесть лет или это вынужденное принятие вынужденное но нет меня же никто не вынуждал это только это моя цель к чему я пришла я ее не знала я не знала что это моя истинная цель я думала что это вообще сумасшедшие люди также почему вы тогда шли к этой цели в бизнесе почему была бизнес модель потому что это была тега это была насмотренность я хотела так и куда она делась теперь слава богу оно ушло кануло в прошлое но она был не грустно нет нет я же сейчас имею больше почему в черном тогда сидит это мой любимый цвет почему мне нравится такой таинственный личная жизнь оправдала в итоге ожидания а что мы называем личной жизни что мы будем вот вы сказали что вы были рабом и хотели уделить время личной жизни это был оправданный шаг в эту сторону да да вот сейчас я занимаюсь меня есть личная жизнь зачем вы туда залезли это было это было по инерции вот мы люди 90-х которые залезли в бизнес нам очень тяжело ответить на этот вопрос зачем мы вначале это был страх безденежья да вот как мы вышли из все из убогих квартирок что и говорить и нужно было работать нужны были деньги я должна была это же еще то советское всех по круг собрать обеспечить был страх что такое жить без денег а потом это стало быть интересным когда ты уже понимаешь как зарабатывать и вот ты живешь вот в этой парадигме и вырваться оттуда достаточно тяжело и не сразу понимаешь что это не ты управляешь своей жизнью а кто-то до управляет ей а долго ломала вообще внутренне именно вот боль долго было вот этого перестраивания нет я же занималась я смогла с собой кое-что произвести я знаю что у некоторых три года эти ломки были я смогла за полтора года себя собрать в кучку а сколько лет в бизнесе были 20 это очень интересное было время и хорошо что она уже закончилась у меня полностью поменялось окружение и как я говорила ранее я очень этому рада люди которые пришли мою жизнь они настоящие они те с кем я сейчас вот я нынешний могу существовать поэтому не стоит удивляться что кто-то уходит из жизни это будет это будет происходить ты очистишься до той степени до которой тебе нужно будет ты меняешься и не устраиваешь их ты становишься неудобным вот есть такая практика кто-то называет ее здесь и сейчас ее нужно проводить мне ее рассказали очень давно такой интересный человек у которого я проходила обучение а я прохожу прохожу постоянно обучение он специалист по работе с подсознанием чем вот в чем сложность да почему так мало людей верят в подсознание потому что тяжело эмпирическим способом все это доказать и эти люди которые занимаются подсознанием они на вес золото потому что они не устают собирать статистику да вот они работают с людьми и у них есть определенная статистика он нашей группе дал такое задание сказал вот вы уходите попытайтесь 40 минут в день проговаривать то что делаете придете потом мне расскажете мы ушли пришли на следующее занятие и передовики стали говорить что вот у меня значит 40 минут я там рассказывал я проговаривал как закричит ложь он был немножко актер так это все ложь никто не может проговаривать 40 минут то что делает это на самом деле правда дело в том что мысли они утекают в какие-то моменты другие до которые мозг решил что это важнее очень тяжело находиться в моменте мы сделали так это задание каждый делил там по четыре минуты ставили себе будильники и вот даже четыре минуты проговаривать очень тяжело и вот это вот соединение мозг и подсознание когда подсознание видит что мозг что делает то и говорит она на это очень интересно реагирует она подкидывает максимально выгодные варианты из пространства то есть попадаются нужные люди мы понимаем куда нам нужно идти а действуемые вот просто от физики да мы потренировали немножко свой мозг не совсем понимаю тогда так принимать какие-то шаги в пи и действия которые будут двигать меня вперед или все-таки в ожидании наблюдения находиться в наблюдении находиться всегда теперь представь что наверху у тебя есть я это всем говорю кстати наблюдатель его используют очень многие деятели современные может быть и слышал действовать из позиции наблюдателя наблюдатель вот представь себя вот такого как то есть но только маленький прозрачный летаешь где-то здесь он сверху смотрит на все он не имеет права осуждать ругать обесценивать он имеет право просто фиксировать например я зол да и и дальше ты даешь себе пару секунд осознать что ты находишься внутри этого процесса потому что если нестись дальше и входить вот в это состояние гнева то мы оказываемся ну зачастую не в той точке в которой бы хотелось нужно тренировать эти навыки это всего лишь навыки вот и действовал по одной и той же схеме ну да она теперь не работает и все и ты сидишь тебе нужно что-то новое что это только ты можешь сказать только ты можешь сказать ну конечно но можно сделать это в работе со мной как это распознать внутри если все притупилась и ощущение такое настраивать внутренний диалог убирать из себя старые эмоции на как лёгкость обрести как лёгкость обрести да им именно так именно так с помощью понимания эмоций как ты считаешь что такое прошлое человека опыт то как ты на этот опыт отреагировал реакция твоя мы можем изменить прошлое нет но мы можем по-другому на все взглянуть конечно же существуют алгоритмы действий да как произвести грамотную оценку просто ты этого не знаешь поэтому ты говоришь а как это сделать но это очень логичный вопрос но это можно научиться делать а критерий разве не простой когда окружающие тену если поддерживают сразу значит правильная идея если все сложно значит не правильно гитлера очень хорошо поддерживали правильно он делал зиговали все на площади конечно нет нет да поэтому поддержка она не может являться но какой-то вклад я думаю в эволюции человека он внес который мы еще не понимаем конечно вот она тебе латон с аристотелью совершенно верно вот она правильно и неправильно распадается как ты считаешь там где справедливость есть место милосердию еще раз вот мы хотим понять где справедливость правильно правильно и неправильно а есть ли там место милосердию нет жизнь мир вообще жестокие что не милосердно а я считаю что мир сбалансированный просто мы чего-то не знаем а как он может быть сбалансированный если мы не понимаем ради чего уже но это может быть ты не понимаешь ради чего ты живешь но и для чего человечество живет ради опыта какого вот там вот ну я тоже знаю теперь у меня сформировалась свое видение там мы не можем существовать без опыта вот приблизимся мы к светлому или нас потянет в тёмную сторону здесь мы решаем ты заходишь у тебя машина может так полететь сяк там перевернуться то есть она по сути даже она кривая мы даже умудряемся даже рельсы погнуть ну-ка проверочка а может меня в сторону унести там куда-то я не знаю вообще подругой траекторю непредсказуемого да если ты заходишь морда вперед а жопа чем старание тогда тебя по-другому другими словами сколько человек умирала на козе с тобой ничего не может случиться главное не хотеть это главное это не ждать память даже если машина взорвется даже если в воздухе взорвется все время чтобы тебя тут достать то что нажал кнопку да ремни тут же отстегнули застряла застряла отрежем ремни ну погнали чё с богом спасибо игра береги меня пожалуйста пойдем тебя одевать засовывать волнение всегда должно быть когда волнения нет это плохо оттуда разгоняешься до прижимаешься ты видишь трамплин да ты берешь не ровно по центру а чуть правее это отдышка чтобы паническая атака не началась кому кому легко мира и когда уже чувствуешь удар да вот так руки раз к тебе а Аплодисменты тебе Амирану! Сдачи, молодец! Сдачи, Амиран! Вот, смотри, давай! Это твое стекло защитное! Ну что, живой? Да! Давай, вылезаем! Бать адреналина! Покруче сеанса к психологу! Давай, братан, давай! Ну что, где аплодисменты, не слышу! Аплодисменты Амирану! Давай! У тебя ноги трясутся! Что ты даешь людям? Как ты считаешь? Через свое творчество? Элемент развлечения! Элемент мотивации! Я сейчас это беру из того, что подходят, говорят, либо пишут! Какую-то помощь в осмыслении! Либо, может, переоценке! Каких-то своих действий, либо желаний! Ну, какой-то вот пример для подражания! И, ну, я все время стараюсь из него выбраться и показывать со всех сторон все, как есть! Потому что, когда ты становишься заложником образа, это как-то, ну, и тебя внутри стирает! И люди уже не доверяют, потому что ты засиживаешься в этом и становишься такой уже зажатый, ненастоящий! Ты хочешь быть настоящим! Да! Мне кажется, любой творец хочет быть настоящим! Знаешь, как есть сказка про кролика? Там лошадка была кожаная, которая сказала, в самом деле не делают игрушек на фабрике! Вот когда тебя долго очень ребенок любил, когда твоя шерстка потерлась от времени, вот тогда ты становишься в самом деле. Да? Интересно! А чего бы хотелось? Сейчас? Да! Легкости! Кроме хинкали! Легкости! Какой-то детской легкости опять, которая была во время ресурса или потока, как вы говорите! О, да! Ресурс и поток! Кто бы... Мы все так подхватываем эти фразы, эти определения, но вот кто бы до конца понял, что это означает ресурс и поток? Мне кажется, это как тренд и как люди, то есть если все слова будут оставаться и иметь значение первостепенные, которые были там условно, то в них нет тех чувств, которые на данный момент происходят в социуме. Поэтому и люди меняются, и герои меняются, и слова меняются, и чувства, которые мы в них вкладываем. Вот легкость, она куда уходит? Я подскажу, не буду пытать. Мы заполняемся эмоциями и становимся вот такими тяжелыми. Мы переполнены ими. Какие самые такие неприятные эмоции за последнее время переполняли? Меня? Что случилось? Да. Что случилось такого, что ну очень сильно отразилось? Надоело что-то? Я уже не могу распознать, честно говоря. Из-за того, что ты, когда занимаешься чем-то и постоянно вот как в бизнесе, все у тебя происходит, у тебя же некая стена, иммунитет. Ты это воспринимаешь как задачи, которые надо решать. И сейчас плюс-минус точно так же переполненная какая-то досада, неудачи постоянно. А неудачи какие? Вот что мы называем неудачей? Ну разваливается. Ставишь цель, идешь к ней, она разваливается. Или я сам изнутри разваливаюсь. Или это не цель. Или это... Ложная цель. Не знаю. А детально что-нибудь можно разобрать или тоже нельзя? Если отмотать прям самые первые неудачи после... У меня 8 лет все прям в гору шло. Очень хорошо. Потом я принял решение уехать в Америку. И... Ну уже не мог. Мне тут и тесно было, и тяжело. И я не понимал вообще, что дальше делать. То есть очень много ответственности со всех сторон было. Давление сильное. Изнутри я начал сгорать и выгорать. И не понимать, что дальше создавать, снимать и так далее. То есть все из развлекательного переросло в такое мордобойное. То, что мне не особо комфортно было. Но при этом очень востребовано людям. И... Был ковид. Я такой себя спросил. Типа, а что я вообще дальше хочу делать? Единственная детская мечта и эмоция, которая искренне вызывала и резонировала, это уехать в Америку. Потому что я вырос на вот американских фильмах, на мультиках. На вообще все, что связано с тем, что у них. И мне это нравилось всегда. И я такой подумал, что надо вот изменить все радикально, поехать туда. Но понимаю, что это было как-то безответственно на самом деле. А вот ехать туда и там реализовываться? Что там делать? К лучшей жизни, как мне казалось. От сложной к лучшей. Она там оказалась лучше? Нет. Она другая. Я не могу сказать, что она хуже или лучше, она другая просто. Руслан, расскажи, пожалуйста, про свою замечательную компанию. Чем занимаетесь? Занимаемся мы много чем. У нас несколько направлений. Первое, это у нас китайское направление, консалтинговая компания Umbrella Asia. Занимаемся от регистрации компании до маркетинговых исследований, до привоза товара, логистики. По ВЭДу тоже консультируем, как правильно распоряжаться финансами с китайцами. Ты хед офис по Китаре, правильно? Да, все верно. Головое тело одно. Окей. Чем помогаете? Ну, вообще, мы консалтинговая компания. Мы помогаем внедрять российский бизнес в Китай. И также китайский бизнес внедряем в Россию. То есть мы помогаем российскому бизнесу присутствовать в Китае. Вот ты хочешь с Китаем работать, даже ты. Скажи, я хочу работать с Китаем. Что ты хочешь? Я хочу товар какой-нибудь привезти. Какой? Вот мы тебе подберем поставщика, объясним, как это все привезти, куда что заплатить. Если нужно будет тебе там компания, мы тебе зарегаем компанию, откроем счета. В общем, если... Вы комиссию берете? Да, конечно. Где-то фиксируем, где-то комиссия, по-разному. Чтобы китайцы никак не могли обмануть. То есть, ну, производство очень любит обманывать. Мы делаем жесткие, четкие контракты, чтобы никто нигде вправо-влево не сделал. И привезли нам не кирпичи, а то, что мы заказали. Все равно, когда твое присутствие есть там, то ты на 95-99% гарантируешь успешную сделку. Сейчас мы в нескольких развивающихся рынках. Это Китай, это крипта. Но в крипте мы нормально залетели пару лет назад с двух ног. В крипте мы нормально развиваемся. На чем заработали первые? Блин, мы на арбитраже вообще залетели конкретно. Я тогда вообще ничего не понимал. Ну, я понимал уже, я зарегистрировал Binance летом, в начале лета 2021 года. Вот, я уже плюс-минус там все нормально понимал. А в 22-м прямо мы жестко залетели, зарабатывали на арбитраже. Вот, это была наша точка входа в этот мир. Вот, мы там зашли и начали развиваться очень даже хорошо. Вот, недавно метап проводили на тему крипты. Сейчас мы, да, мы сделали сервис по аэрдропам. Каким образом денег можно заработать через ваш сервис? В первую очередь можно заработать через сервис. Как бы мы сможем сделать все под ключ. Организовать весь, все процессы, всю работу. Если, допустим, у тебя нет опыта, знаний, навыков, времени там, и всего этого там, желания, может быть, да, в этом разбираться, то мы сможем это сделать под ключ. Создадим кошельки, прогреем, активируем, выполним все активности, доведем до аэрдропа, и ты уже просто получишь свое вознаграждение в стейлкоине. Есть какие-то гарантии, что получу? Да, у нас сервис предусматривает частичную и полную гарантию на дропы, да. Какие-то минимальные суммы, это какие цифры, можешь сказать? Могу сказать, что, вот, допустим, если говорить о первом варианте сотрудничества без гарантии, это 175 долларов за аккаунт. То есть мы сделаем тебе два кошелька на 2-1 проекта, и они будут стоить 175 долларов. А максимальное? Нет потолка, то есть ты можешь сделать сколько угодно таких кошельков. В общем, ребят, для тех, кому непонятно до конца, что это такое, ссылки в описании, телеграм-канал, инстаграм-канал. Подписывайтесь и узнавайте подробнее. А я пока тоже залечу и посмотрю, что вы делаете. Окей. Ты когда-нибудь думал о смене деятельности? Да, мне стала интересна политика. Ты разбираешься в ней? Нет. Так в этом же прикол. Наоборот, интересный процесс же прикол. Разобраться? Ну да. А что больше всего интересует? Ну, они очень терпеливые, мне кажется. Угу. А мне этого не хватило. Все-таки творческий человек, он вынужден, не вынужден, а ему нужно быть импульсивным очень сильно. Творческий человек вынужден быть сильно импульсивным. Угу. А это так? Или это маска, которой мы прикрываемся, чтобы быть такими? Ну, в моей деятельности мне надо исходить из каких-то иррациональных вещей. Для этого тебе сложно как нормальному человеку вообще заставить себе такие вещи делать, в принципе. Вырабатываешь себе импульс и делаешь, не думая. А людям кажется, это интересно и необычно. Это конкретно только в этой деятельности? В творческой, да. Нет. Не все творчество такое. Ну, у меня, честно говоря, я живу теперь этим. У меня все остальное уходит на второй, третий план. Все остальное не доставляет мне ни радости, ни… А это доставляет? Мы имеем в виду ипотаж? Нет. Или что-то еще? Или не только ипотаж? Оно, по крайней мере, там жизнь бурлит. Вот. Оно не всегда может доставлять позитивное, как мы видим. И очень можно сильно даже пострадать от этого. Но, по крайней мере, вокруг этого какой-то смысл ощущается. Ну, самореализация, сопротивление, поиски решений, движуха, короче, идет. У тебя, в принципе, есть такая потребность стать отцом? Не я хочу ребенка, а стать отцом. Как будто и да, и нет. Но есть страх, что у меня повторится судьба с моими родителями. Угу. Я не хочу этого. Мы о контроле сегодня много говорим. Ты хочешь контролировать даже то, что еще не наступило. Угу. Вот контроль, он ведет нас только к одному заболеванию, к неврозу. Здесь, наверное, еще защитная реакция, как раз таки не испытать вот этот невроз, этот контроль. Как ты сейчас представляешь себя, вот сейчас 37, как ты представляешь себя через 30 лет? Какой ты? Я как-то себе жизнь до 40 плюс-минус представлял. Через 30 не представлял, я не знаю. Нет, не надейся на это. Чем дольше будешь думать, будет еще плюс 40 сейчас скажу. Я не знаю. Слушайте, старость унизительна. Что там можно себе представлять? От тебя ничего не зависит. Ну, зачем фантазировать о том, что… Мы не фантазируем. Мы пытаемся пробросить мостик вперед. Потому что сейчас с этим проблемы. Вот представь, что никуда ты не денешься. 67. В тебе все еще есть энергия. И нужно жить. Что ты делаешь? Не знаю, вообще без понятия. Моя бабушка дожила до 97 лет. А я до 101. Вот. Они же что-то делали. То есть нам есть по кому выстраивать свою идентичность. Что они делали? Моя бабушка наблюдала за тем, как уходят из жизни ее родственники. Ей было все время грустно. А моя по-другому себя вела. Она радовалась. Она постоянно радовалась тому, как мы устроили ее жизнь. И благодарила. Но она была такая... Стахановка. Боевая. Ага. Моя тоже. Но ее жизнь так это подломила. Она много детей родила. И там от 13 детей, которые у нее появились, еще много от них детей появилось. Поэтому все эти переживания она через себя пропускала. А что ты будешь делать? Нет. Ну, хотелось бы какую-то медиа империю. Либо политическую карьеру. Упа. Нарисовался план внезапно. А семья? Семья есть? Ну, где-то на третьем месте. На третьем. Угу. Где-то там вот где, так сказать, духовным обогащением. Я тоже думаю, что эта семья отвечает за духовное обогащение. Но ей тоже нужно заниматься. А хочется вообще этим заниматься? Как-то делегировано. А женщина? Вот. Делегировать женщине. А она нужна вообще, женщина? Хочется, чтобы рядом был какой-то любимый человек, близкий. Да. Есть такая потребность? У меня просто недавно развод был. Поэтому я пока это, как сказать, выжидаю пока это все. Появится опять это ощущение в полной мере, как раньше. Ты вот видишь, у тебя столько факторов. Да. Тебе нужно это пережить. Вот мы и выяснили, что у тебя был развод. Это же хорошо. Для меня это много информации. Да. Для того, чтобы понять, что с тобой происходит. Да. Ты зашел в кризис. Нужно просто из него выбираться. Нужно эту эпоху перемен. Сейчас опять модные фразы, модные слова. Трансформация. Все трансформируются. Ну что такое трансформация? Изменения. Вот произошли какие-то события, и тебя все побуждает к тому, чтобы измениться. Вот тот вариант, который у тебя был, тебе не подошел. Нужно что-то новое. И тоже нужно работать над этим. Вот скажи мне, для чего у тебя женщина? Для чего у тебя отношения с женщиной? Что ты в них будешь делать? Для меня это в жизни опора была некая всегда. Женщина опора? Да. А что с тобой такое, что тебе надо опереться? Ну, внутреннее состояние, как храм такое. Женщина опора. Это интересно. Интересно. А еще? Мотивация. Мотивация. Это уже ближе. То есть женщина тебе для чего? Для чего именно с женщиной отношения? Опора у нас может быть и не женщина опорой. Бывают люди... Вон у тебя мама приехала сразу. Это тоже опора. Но она же женщина. Да. Но отношения с женщиной тебе для чего? Я тебе таким образом подсказываю. Для продолжения рода? Тоже, да. Но вообще вот ответ может быть один. Тебе отношения с женщиной нужны для того, чтобы быть мужчиной. Потому что так ты человек. Да? Мужского рода. А вот именно в отношениях с женщиной ты проявишься как мужчина. А она, если она женщина, она проявится как женщина. Что такое быть мужчиной? Это что делать? Слушайте, так мы вот каждый раз, когда я пытаюсь потратить на это время, вот все из рук вон плохо уходит в работе. Вот. Просто нужно потратить на это время и подумать о том, что это. Что это лично для тебя. Не удается совмещать. Либо одно сосет энергию, либо другое. Мы говорим слово «не могу это совмещать» или... Я не могу. Не получается. Да. Вот все, что мы, когда мы говорим «не могу», «не получается», на самом деле это «не хочу». Я не хочу это совмещать. То есть оно где-то существует на подкорке, но сейчас я этого не хочу. И что делать? Нет. Подожди. Сначала мы просто понимаем, что является твоим истинным желанием, а что нет. Может быть, это насмотренность. Вот я смотрю, как у других, да? И я думаю «хочу». А потом раз… У меня не было примеров, которые меня бы вдохновили на это. То есть это по инерции произошло? Ну, да. Можно и так сказать. Ни одного примера, какая семья тебе нравится. Ну, я очень любознательно начинаю копать и там что-то прям отталкивает. Ни в книгах, ни в фильмах. Нет, ну, поверхностно – да. Глубже – сложно все. Вот есть такое мнение. Мы, психологи, ничего не знаем о тех счастливых парах. Вот им по 90 лет они идут за руку, и они все еще вместе. Мы ничего про них не знаем. Знаешь почему? Потому что они не приходят к психологу. У них все хорошо. И они есть, они существуют. Вот была такая знаменитая пара – это Вишневская и Ростропович. И у Вишневской, когда Ростропович умер уже, было масса желающих взять у нее интервью. И, конечно же, был задан такой вопрос. Как вам удалось так долго прожить вместе? Они прожили вместе всю жизнь. Она чуть-чуть задумалась, вот просто на долю секунды, и сказала, наверное, мы не пытались изменить друг друга. Изменить? Изменить друг друга, да. То есть, если ты вдруг захочешь построить себе семью, вот если правда захочешь, она будет у тебя. Просто до этого пока не было истинного этого желания. Ты не видел, что это такое, поэтому тебе не хочется. А вы хотите влюбиться? Влюбиться? А при чем тут влюбиться и семья? Ну, влюбиться. Ты думаешь, это одно и то же? Ну, это последовательность должна быть такая, нет? Как без любви можно семью начать строить? Но влюбиться, это вот все-таки для меня больше это энергия страсти. Любовь, она приходит со временем. Она вырабатывается. Да, мы смотрим, насколько мы подходим этому партнеру, насколько он нас понимает. Потому что влюбляемся мы иногда стремительно, но существует четыре уровня связи, по которым хорошо бы проверить себя. Это физическая связь, физиология. Это эмоциональная связь. Это интеллектуальная связь и духовная. И вот приходит в жизнь какой-то партнер, ну, допустим, мы влюбились. Влюбились-то мы влюбились, но там с физиологией все в порядке. Прекрасный секс, допустим. Но эмоционально партнеры друг друга не понимают. Они не могут взаимодействовать. Одного обижает реакция другого. Вот нет у них эмоциональной связки. Или, например, даже эмоционально понимают все. Но интеллектуально. Разные книги читали. Нет у одних и тех же увлечений. У них разные понятия о смерти, о старости, о религии, о политике. Вы не ответили на вопрос. А какой? Хотели бы влюбиться. Я бы хотела. Да, я не боюсь этого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Надо больше ходить Надо больше ходить на свидания Но дело в том, что это не является моей целью Вот если бы я поставила себе цель Все, я хочу отношения, я хочу замуж Я бы ходила гораздо больше, чаще А какая теперь цель после всего опыта, который был? Цель не имеет цели Сейчас я занимаюсь собой И мне это нравится Но опять-таки я скажу, что я ни в коем случае не против отношений Я хочу, чтобы это было естественно Вы думаете, люди меняются? Заниматься Женщины меняются постоянно Если человек захочет, он изменится А чего все-таки хочется? Так ты и не ответил на этот вопрос Блин, ощущение, как будто я выбился из системы координат И я теперь не понимаю, как влиться обратно И из-за этого не понимаю, хочу ли я этим дальше заниматься То есть как-то все разболталось, размоталось И жизнь перестроилась И я начал меняться И вот во всем этом я пытаюсь раскопать, что я опять хочу сам Но оно пока как-то вот Просто на силе воли, по сути, я дальше начинаю делать то, что могу И поэтому тратится очень много энергии Ну да, и при малейшем сопротивлении Если раньше для меня это было ничего, то теперь это для меня целая трагедия Ну либо переждать, я не знаю, и делать, что делаешь Либо меняться Ну вот меняться я пробовал Я там Айваску делал Я там пытался в Америке Какая Айваска пошла? Что было? Ну не настолько глубоко, как у всех, кто там вокруг был Ну просто без остановки лились слезы А у других там они прям это ярко выраженные эмоции были И они отключались, как будто из этого мира Куда-то уходили Мне было даже потом как-то завидно То есть мозг, он достаточно сильно тебя контролирует Ты не смог провалиться в Айваску? Да, не пробило Вот два вечера мы делали И шаман сам сказал, что пока не пробивает У тебя очень сильно контролирует тебя мозг Но у тебя внутри есть другие устройства У тебя есть душа Дух есть у человека Он поддерживает тело Он тоже следит за тем, как мы справляемся с разными ситуациями Вот мозг не должен тебя контролировать Он должен тебе помогать Делать все, что ты ему скажешь делать Может он напуганный? Может быть Что такое страх? Страх это естественная функция жизни Так Это часть нашей жизни, правильно? Вот если какая-то опасность, правда, существует, угроза жизни То страх оправдан Все остальные страхи, которые не говорят о том, что сейчас у нас отнимут жизнь Это все фобии, а это уже болезни И вот нужно от них избавляться, от этих страхов Потому что они мешают идти дальше Вот, например, какой существует страх? Меня? Да Ну, что, стану невостребованным Вот, смотри, это произошло Все, ты стал невостребованным Все, это уже произошло Капец Вот что ты делаешь тогда? Ну, страдаю Чуть-чуть пострадал, да, окей, полтора года, хорошо Дальше Потом обычно по инерции начинаю искать отношения Влюбляюсь Влюбляюсь, так, они тебя подпитывают Дальше, хорошо, пусть так будет Потом они разваливаются Не удаются По какой причине? Мне становится неинтересно Неинтересно или Ощущаем свою несостоятельность? И то, и другое, наверное А что это за женщина должна быть такая Интересная, это какая? У меня все время было Когда кризис случается в карьере Либо в бизнесе Нужна какая-то подпитка Подпитывает любовь, влюбленность, отношения Ты отвлекаешься от того Что там у тебя случилось Начинаешь ухаживать Берешь энергию А потом Мне хочется опять вернуться к самореализации ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот эти вопросы ты сам себе задавал, которые сегодня были заданы? Нет, у меня другой внутренний диалог И он зацикленный Да Совершенно верно Вот смотри Много, конечно, мне есть что тебе сказать Но в двухчасовой сессии этого не уместить Я могу прийти еще Вот если ты захочешь То мы можем поработать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я бы хотела, конечно, дать тебе несколько инструментов, чтобы ты в дальнейшем сам знал, как себя вытаскивать из этой ситуации, да, когда происходит какое-то торможение, да, период у тебя сейчас такой, заземление, но ты зациклился на других вопросах себе Хоть один дадите сегодня? Вот я тебе дала его, но ты его не заметил Попытайся проговаривать хотя бы четыре минуты в день Что я делаю? То, что ты делаешь? Нет, то, что ты делаешь Я взял стакан, я попил воды Я поставил стакан Это вообще кажется, что ты дурачок какой-то Когда я это делала, у меня был очень сильный внутренний протест Мне прям не нравилось Мне казалось, что я занимаюсь ерундой На самом деле я уже поняла Что это мозг так мне говорит Потому что он не понимает, зачем я это делаю А я это делаю для того, чтобы соединить мозг и подсознание Потому что подсознание, оно вот видит всю эту ерунду, которую мы думаем И это не происходит И оно уже не понимает У него же нет подсознания времени Оно не понимает, где реальность, где наши истинные желания А где нет Мы сами это делаем Мы врём себе сами И вот чтобы выстроить это Чтобы чуть-чуть вытащить себя Нам нужно быть в этом моменте здесь и сейчас Что бы я мог сделать в прошлом Всё, прошлое не изменить Мы можем с тобой Единственное, что мы обязательно сделаем На некоторые ситуации мы взглянем по-другому Совершенно по-другому На участников, на тех людей Которые что-то тебе сделали Мы посмотрим на них по-другому Чтобы ты почувствовал свою силу А здесь, да, вот с чего вообще нужно начинать Нужно начинать с себя С того, чтобы очиститься от этой мыслительной, эмоциональной жвачки Которую пережёвываем Вот попробуй самое простое По 4 минуты в день Ну 10 раз сделаешь Не знаю, будешь просто Космос Вот начал ты проговаривание И потом оно вот как-то съезжает И опять раз уходит мысль Вот та мысль, в которую уходит Она забирает у тебя всю энергию Страхи, они тоже Забирают очень много твоей энергии Что будет, если я не буду востребован? Да, ну вот что правда будет? Во-первых, хорошая новость Ты не умрёшь Ты будешь продолжать жить А вот как жить? Это уже твоя задача решить Будет так, как ты хочешь Уже ведь было так, как ты хочешь Значит, ты ещё раз сможешь Хорошо? Угу Будешь делать? Попробую Хорошо Спасибо большое И тебе спасибо 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 Я хотел всё сам сделать Но сказали Это лучше дублён Поэтому лучше доверить тебе Мне кажется, я всё-таки кино буду заниматься Через какое-то время Ну как тебе? Полегче отошёл Одинаковая? Почти как Две капли воды Амиран, Амиран, ты как? Живой? Магия кино Давайте, давайте, переодеваем Всё для вас, ребят Он вам расскажет Вы герои, мужики Да мы нормальные мужики Нормальная работа Да, Камрон? Да, конечно Скажи Обычную работу Потом привыкнешь Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова